приветствую всех на своем канале занятия для души вязание с натальей волковой отдельный привет хочу передать спонсором моего канала мне очень приятно что вы решили меня поддержать и так сегодня я вам хочу показать и рассказать каким образом можно выполнить вот такой вот очень интересный очень удобную и практичную женскую манишку я выполняла уже очень много манишек кто давно со мной на канале тот видел все эти модели если что я оставлю еще дополнительное фото и вот сегодня я вам хотела показать новую свою работу это авторская полностью модель и она отличается наверное все таки тем что она действительно очень очень удобная это манишка за счет того что у нее спереди идут вот такие вот пуговки причем эти пуговки они носят не только декоративный характер не только для красоты но также еще и для удобства так как они полностью расстегиваются ко мне очень часто обращались пользователи именно с просьбой разработать модель манишки на пуговках так как не всем далеко нравится надевать манишку через голову то есть здесь пуговички абсолютно все расстегиваются то есть можно частично расстегнуть надеть можно там например полностью все расстегнуть надеть то есть вот таким вот образом выглядит это манишка достаточно высокий ворот то есть горловина очень хорошо прикрывается но в то же самое время она не громоздкая потому что например не всем нравится отвороты вот здесь вот на горловине за счет того что здесь сверху я вязала платочной вязкой кто работал с ней тот наверное знает что она такая достаточно плотненькая но в то же самое время и хорошо подтягивается это платочная вязка если вы обратите внимание у манишки очень интересный дизайн то есть по краю идут вот такие вот узор листики ажурный узор он немножко далее у меня идет рисовая вязка и по горловине как я уже сказала платочная вязка то есть использовала я при вязании данной манишки три вида узора вязала полностью всю манишку на спицах то здесь даже нет минимальной обвязки крючком поэтому это манишка идеально подойдет для вязащиц которые например умеют вязать только спицами и не умеют вязать крючком при этом и еще очень на мой взгляд существенный плюс у этой манишки это то что ее очень легко подгонять на необходимый размер то есть у меня эта манишка выполнена примерно на размер от 46 до 50 чуть позже я вам скажу именно точные размеры эти этой манишки также расскажу как лучше ее увеличить или уменьшить так как эту манишку конечно же можно связать как на детский размер точно также ее можно сделать больше или меньше на свое усмотрение то есть я это эти все моменты чуть позже вам еще дополнительно расскажу то есть мне настолько понравилась эта манишка что я уже выполнила две ее модели так как уже все таки скоро осень и нужно не забывать что уже пора потихоньку отепляться то есть вот у меня вот такая вот голубая манишка 1 и 2 манишка на которой я вам буду непосредственно показывать данное видео им к это вот такая вот бежевенькая манишка то есть как вариант ношения ее можно например сделать вверх виде вот такого вот воротничка например кому не захочется чтобы именно был высокий ворот также как вариант ношения вот мне тоже показалось достаточно интересным можно расположить эти пуговки сбоку манишки то есть вот таким вот образом фото я вам покажу то есть смотрится тоже достаточно оригинально то есть можно носить вот именно как полу расстегнутую вот эту манишку точно также ее можно носить и и полностью таким вот образом застегнутую то есть вот такой вот получился у меня дизайн очень надеюсь что вам понравится эта моделька потому что мне на самом деле она действительно очень даже понравилась и именно по той причине что она очень очень удобная в носке у нее прекрасное расширение идет по плечам то есть абсолютно нигде ничего не подтягивает все таким вот образом она выглядит сзади еще я вам не показывала то есть вот так вот вот она выглядит сзади прекрасно сидит на плечах ну и плюс ко всему конечно огромнейший плюс этой манишки это то что ее легко вязать и легко подгонять значит но прежде чем мы начнем работать я вам хотела бы сказать точные размеры именно этой манишки по которой я работала то есть это вот бежевенькая на которой я вам буду показывать видео нка и также объясню каким образом эту манишку можно подогнать под необходимый размер и так основные размеры которые я вам хотела сказать значит максимальный обхват по плечам то есть это вот в этом вот месте манишки 120 сантиметров то есть как я уже сказала это полноценный хороший женский размер значит максимальная длина этой манишки самой длинной части около 27 сантиметров то есть это вот здесь вот так как рисунок неровные по краю поэтому это максимальная длина минимальная длина где-то в пределах 25 сантиметров то есть таким вот образом выглядит высота горловины то есть она где-то в пределах восьми с половиной сантиметров то есть это как я уже сказала очень даже такой хороший высокий ворот но опять же со своей стороны вы должны понимать что абсолютно у всех людей разные фигуры поэтому для кого-то возможно этот ворот он например будет и высоковат то есть вы конечно же должны перед тем как выполнять данную например манишку все-таки сделать по себе замеры то есть если вам необходимо сделать горловину чуть-чуть например город поменьше то есть просто достаточно для этого набрать чуть меньшее количество петель я еще чуть попозже объясню как это сделать значит и и значит полу обхватывать здесь вот по горловине у меня где-то в пределах около 17 сантиметров то есть вот так вот получается но опять же незабываемую кто работал с платочной вязкой тут я думаю знает что она достаточно хорошо тянется то есть манишка новая еще не неношенная и я так думаю что в процессе носки немножечко горловина все-таки подтянется но сейчас на данный момент полу охвата где-то в пределах около 17 сантиметров то есть это у меня по горловине и высота планочки на всякий случай я вам сейчас скажу мало ли вдруг кому она эта информация нужна будет она где-то в пределах 22 сантиметров то есть это высота планочки и так теперь каким образом вам лучше будет например увеличить эту манишку или предположим вы захотите связать детский размер и и вам нужно будет уменьшить значит начнем с увеличения если мало ли вдруг вам необходимо будет сделать чуть больший размер или предположим вы будете вязать немножко с другой пряжи потоньше значит самое первое что необходимо делать это в процессе вязания примерять данную манишку она прекрасно примеряется и например провязав какой-то участок работы у меня на моей этой манишке я провязала 8 раппортов вот этого ажурного узора листики то есть 8 раппортов при этом сейчас я вам скажу не сказала длина одного раппорта где-то в пределах 12 с половиной сантиметров то есть это вот по середке я мерила этот раппорт 12 половиной сантиметров так вот я связала вот таких вот раппортов 8 полных раппортов если вам например нужно будет увеличить эту манишку и связать на больший размер но вы например можете связать 9 раппортов то есть провязав вот 8 вот этих вот элементов примерив на себя и поняв что например она на вас все-таки немножко маловато вы просто-напросто довязываете еще один раппорт узора я все-таки со своей стороны рекомендовала бы довязывать именно полный раппорт узора потому что если вы начнете вот половинку например вязать вот этого листочка в конечном варианте может получиться не очень хорошо и не очень красиво поэтому лучше добавлять все-таки полными раппортами то есть и таким образом вы примеряя периодически на себя вы сможете уже увидеть достаточно ли вам или вам нужно увеличить вот эту вот манишку то есть это в принципе очень легко делается просто довязываете раппорт узора значит предположим если вы захотели связать эту манишку чуть меньшего размера или например на ребенка основной принцип это конечно же вязать по периодически примеряя ее то есть точно так же как и увеличивая размер но при этом вам нужно будет все-таки немножко изменить уменьшить вот именно саму длину вот эту вот манишки потому что такой размер такая длина все-таки на ребенка будет длинновато то есть каким образом я рекомендую это сделать общее количество петель у меня вот здесь вот 42 петли на мою толщину пряжи общий вес у меня манишки получился где-то в пределах 150 грамм общее количество петель вот здесь вот на планочки так как начинала я именно с планочки вязать 42 петли значит единственное количество петель которые нельзя менять это вот рисунок листики вот эти вот все размеры вы можете увеличивать или уменьшать то есть это вот участны ответственно сам вот этот вот саму горловину то есть платочная вязка которая вязала то есть если вы например предположим хотите уменьшить вот эту вот манишку то есть вы просто-напросто уменьшаете количество петель при этом вы неизменным а 100 являете 13 петель это вот узор сам листики и уменьшаете количество петель и получается вот на платочную вязку и например уменьшаете количество петель на горловину то есть таким образом вы как бы сделайте ее эту манишку чуть чуть поменьше это предположим если вы на ребенка будете вязать то есть вот вы ее уменьшили вот именно вот здесь вот длину а общий вот обхват вы уже опять же вяжите примеряя периодически на ребенка то есть какой уже там необходимо будет вам обхват или же второй вариант если вы хотите уменьшить вот эту вот манишку но не хотите при этом там так сказать делать вот эти вот всевозможные подсчеты то есть вы можете просто напросто взять пряжи чуть тоньше чем взяла я то есть у меня это примерно пряжи 250 метров на 100 грамм вы можете взять чуть тоньше пряжу чуть тоньше спицы взять и тогда работая вот по моим вот этим вот расчетом как я вижу эту манишку у вас естественно получится вот здесь у длина чуть чуть меньше то есть к таким образом вы сможете связать манишку меньшего размера то есть как на ребенка то есть это основные моменты которые я вам хотела сказать именно по размерам этой манишки каким образом ее можно увеличить или уменьшить итак начинаем для работы вам понадобится пряжа в моей ситуации в этот раз я взяла пряжу бобину и то есть вот у меня она тоненькая такая совсем пряжа смотанная в несколько нитей значит в общей сложности я постаралась сделать толщину пряжи чтобы она у меня была где-то в пределах 250 метров на 100 грамм то есть при этом как я уже сказала я буду работать вот с бобинной пряжи и плюс я еще добавлю одну вот такой вот тоненькую пряжу это у меня ангора gold фирмы alize то есть этот идет составе мохер шерсти акрил то есть она просто будет добавлять небольшую такую как бы пушинку в изделии но в общей сложности у меня толщина пряжи получилось где-то в пределах как я уже сказала 250 метров на 100 грамм полушерсть то есть вы можете взять просто обычную какую-либо классическую пряжу обычной скрутки и с ней уже соответственно работать я буду работать с бобиной пряжи значит далее вам понадобится спицы я взяла в своей ситуации спицы номер 4 но опять же вы должны понимать что если вы возьмете пряжу например или тоньше или потолще немножечко то вам и соответственно толщина спиц необходимо будет подходящая под толщину вашей пряжи я буду работать на круговых спицах потому что мне так просто немножко поудобнее но в данной ситуации не принципиально если у вас есть обычные прямые спицы то вы можете работать на них также вам понадобятся пуговки так как у меня это манишка она будет на пуговках я пока на данный момент не знаю какое количество у меня точно и пойдет но вот я взяла 5 штучек то есть вот таким вот образом будет выглядеть эти пуговки значит конечно же вы уже по своему усмотрению подбираете какие вам пуговицы нравится также я взяла немножко несколько штук маркеров то есть они пригодятся потом при работе для удобства и и также вы уже при желании можете взять там бирочки или какое-либо другое украшение данной манишке так как в принципе украшение это уже личное дело каждой вязальщицы итак начинаем итак перед началом работы я рекомендую связать небольшой образец и из пряжи с которой вы будете работать потому что опять же как я уже сказала возможно вас будет другая толщина пряжи значит и и связать небольшой образец платочной вязкой то есть вот у меня он связан кто не знает платочная вязка это когда в лицевом и в изнаночном ряду вяжется только одни лицевые петли то есть связав небольшой совсем образец это займет немного у вас времени вы сможете рассчитать хотя бы примерное количество петель которые вам необходимо будет для выполнения данной манишки потому что ее можно выполнять как на взрослый размер также можно ее похуже что-то сделать и на детский размер опять же кому-то например высота горловины нужно повыше кому-то например она наоборот совсем небольшая нужно то есть праве связав вот небольшой образец таким образом вы сможете произвести расчеты то есть у меня получается что образец связан из 15 петель и при этом он у меня получился в сантиметрах сейчас я скажу где-то примерно в районе восьми сантиметров то есть пятна этого в среднем получается что где-то две петли на один сантиметр то есть теперь таким образом примерно значит рассчитав какая необходима высота мне горловины так как вы в принципе по себе можете померить какая вам высота горловины нужно какая опять же вам нужна примерная длина вот именно самой манишки то есть можно произвести расчеты необходимого количества петель и так на свой размер манишки который я вам ранее озвучила я набрала 42 петли и провязала 8 рядов платочной вязкой вот у меня в результате чего получилось вот такая вот планочка на ней я пока ничего не вывязывала потому что на этой планке у меня будут потом пуговички располагаться петли я буду делать на планке которая будет именно уже в конце работы значит при этом я поставила два маркера так как у меня будет манишка состоять как бы из трех видов узоров то есть по горловине вот на этом участке это у меня участок из 17 петель у меня будет провязываться платочная вязка далее у меня идут вот этот участок 12 у меня здесь петель это я буду вязать рисовую или жемчужную вязку то есть несложный абсолютно узор и вот краешек работы это у меня будут вывязываться такие вот листики я бы так сказала то есть они будут неровные как раз вот будет краешек манишки таким образом оформлен значит здесь согласно схема необходимо набрать 12 петель но не забываем что плюс еще одна дополнительная петля это у нас будет кромочная то есть еще раз напоминаю еще раз говорю всего 42 петли значит первый маркер у меня стоит через 13 петель вот он то есть 12 петель это непосредственно вот этот вот будет первый узор плюс 1 кромочная петля далее у меня идет 12 петель от этого маркера я посчитала это у меня будет рисовая вязка и 17 петель вот остаточки у меня это у меня будет платочная вязка которая вокруг шеи будет идти далее я буду вязать укороченными рядами то есть я вам еще покажу это более подробно значит что я хотел сказать по поводу вот этого первого узора данную схему я вам предоставлю в конце этого видео то есть при желании вы сможете его распечатали распечатать эту схему и по ней работать значит несколько слов которые я хотела сказать по этой схеме к сожалению я не нашла прям точного описание схематического как здесь что необходимо вязать но как я понимаю черные квадратики это у нас будут лицевые петли кружочки это накиды вот это условное обозначение это будет изнаночная у нас петля и вот такой вот треугольничек как я поняла это 2 вместе мы провязываем изнаночной к сожалению как я уже сказала не нашла я условного именно точного обозначения но как я поняла по рисунку что это именно 2 вместе изнаночной провязываются на схеме показаны только одни лицевые ряды то есть и нечетные ряды то есть вот 135 человек четные ряды здесь не указаны на схеме то есть это означает что все четные ряды мы вяжем просто по рисунку то есть ничего сложного там нет в принципе итак мы начинаем так далее я буду после того как провязала планочку вязать непосредственно манишку и как я уже сказал до этого я ее буду провязывать укороченными рядами то есть далее я вижу первый ряд и он у меня будет состоять вот с этого участка то есть это у меня будет ажурный узор листик который будет располагаться с краю этой манишки связать я его буду по схеме вы сможете также ее распечатать и по ней работать возможно так вам будет удобнее итак я снимаю первую кромочную петлю далее у меня идет одна изнаночная накид 2 вместе провязываю изнаночной 1 изнаночная накид 1 лицевая накид 3 изнаночные 3 изнаночные 2 вместе провязываю изнаночные накид 2 изнаночные то есть вот у меня получается я провязала 1 участок работы и после этого я не буду дальше продолжать вязать я поворачиваю работу и начинаю вязать сразу следующий второй ряд то есть вот таким вот образом вот я повернула это у меня участок не провязаны остается на спице я начинаю вязать следующий ряд то есть я снимаю первую петлю и второй ряд я вижу согласно узора то есть как смотрят петли но при этом вот у меня получается что согласно схемы вот в этих участках я накиды предыдущего ряда буду провязывать в изнаночном ряду лицевыми петлями а вот в этих участках то есть где у меня идет вот листик получается я буду провязывать накиды предыдущего ряда и изнаночной петлей далее я вижу следующим образом я сняла первую кромочную 1 лицевая далее накид я также провязываю лицевой 4 лицевые 4 лицевые далее у меня 3 изнаночные это у меня листик будет и далее у меня 4 лицевые петли получается я провязываю включая накид предыдущего ряда кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом далее я поворачиваю работу начинаю вязать третий ряд вот он у меня указан здесь вот на схеме то есть я снимаю первую петлю кромочную далее провязываю одну изнаночную накид 2 вместе изнаночной 1 изнаночная 1 лицевая накид лицевая накид 1 лицевая далее у меня 2 изнаночные 2 вместе изнаночной накид 3 изнаночные то есть вот я получается как бы провязала первый участок вот этот работы и теперь я далее буду провязывать следующий участок работы то есть вот он у меня состоит из 12 петель и и вязать и буду рисовой вязкой буду продолжать кто не знает это чередование 1 лицевой 1 изнаночной петли то есть вот я провязываю сразу провязываю вот следующую лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть я чередую одну лицевую одну изнаночную то есть вот я провязала в общей сложности 12 петель пересчитываем на всякий случайно вот 12 петель после чего я поворачиваю работу вот я поворачиваю и начинаю вязать в обратном направлении то есть вот я снимаю кромочную петлю и далее у меня идет участок вот этот участок 11 петель которые я провязываю рисовой вязкой то есть в изнаночном ряду рисовая вязка вяжется другой петлю то есть вот у меня получается где по рисунку у вас идет изнаночная петля я провязываю лицевой а где лицевая у вас идет петля я я провязываю изнаночной то есть вот таким вот образом я провязываю 11 петель вот я провязала получается 2 узор всего в общей сложности с одной кромочной петлей 12 петель нарисовой вязкой то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит и далее я начинаю вязать по рисунку это получается 1 ажурный узор то есть это у меня три лицевые петли далее накид предыдущего ряда я также провязываю лицевой 3 лицевые далее у меня вот идет листик который уже состоит из 5 петель то есть я все этих 5 петель я провязываю все петли изнаночными включая и накиды предыдущего ряда таким вот образом далее до конца ряда то есть это 4 петли включая и накид я провязываю лицевыми и кромочная изнаночная то есть вот так вот у меня все это получается далее я поворачиваю работы вижу следующий это получается 5 ряд то есть вот он у меня вижу его следующим образом то есть я снимаю первую кромочную петлю 1 изнаночная петля накид 2 вместе провязываю изнаночной 1 изнаночной 1 изнаночная и далее у нас получается листик мы вывязываем то есть 2 лицевые петли накид 1 лицевая петля накид 2 лицевые петли 1 изнаночная 2 вместе провязываю изнаночной накид и 4 изнаночной вот я провязала получается 1 участок работы далее я сразу вижу следующий участок это у меня рисовая вязка то есть меняем местами там где у нас идет лицевая петля я провязываю изнаночную то есть вот где у меня изнаночная по рисунку было я провязываю лицо эту лицевая изнаночная лицевая изнаночная таким образом мы провязываем чередуя 1 лицевую 1 изнаночную получается до следующего маркера вот я провязала это участок у меня с рисовой вязкой и далее я начинаю вязать вот этот участок то есть это у меня платочная вязка платочная вязка это я провязываю все петли лицевые то есть вот до конца ряда я провязываю все петли лицевые так вот я провязала до конца ряда все петли лицевые все таким вот образом выглядит кромочная изнаночная петля мне не очень вам здесь удобно показывать на коротенькой спицы но на камеру на длинных спицах очень неудобно вязать поэтому вот так вот получается далее я поворачиваю работу и до конца ряда я вижу по рисунку то есть это у меня получается первых 17 петель вместе с кромочной петлю это у меня будут все петли лицевые так как это у меня будет платочная вязка и так вот я прорезала первые 17 петель и включая кромочную петлю все петли лицевые то есть это у меня будет платочная вязка далее у меня идет следующий участок вот этот 12 петель это я вижу рисовой вязкой то есть чередуя 1 изнаночная 1 лицевая вот я провязала следующие 12 петель это рисовой вязкой чередуя одну лицевую одну изнаночную петлю и далее вот у меня участок получается это я вижу листики узор который с краю то есть вяжем его по рисунку то есть это у меня получается первые петли я провязываю лицевые в общей сложности 7 петель вот я провязала лицевые далее у меня идет получается 7 уже петель это я провязываю все петли изнаночные и включая накиды предыдущего ряда вот я провязала 7 изнаночных петель и далее у меня получается я провязываю 4 лицевые петли и кромочная изнаночная 4 лицевые и кромочная изнаночная то есть таким вот образом у нас получается мы провязали 6 рядов в общей сложности от начала работы от планочки то есть пока к сожалению не особо видно вот узор но я так думаю что через какое-то время его уже будет видно именно распределение узора и далее мы с вами вяжем получается 7 ряд я с вами еще провяжу 7 9 и 11 ряд покажу более наглядно как это вяжется и далее вы уже будете самостоятельно вязать и по итак на этом первая часть видео как связать красивую теплую и удобную женскую манишку на пуговках подошла к концу буквально на днях выйдет вторая заключительная часть видео мка в которой я буду рассказывать как я уже довязывала эту манишку основные моменты в работе также как лучше ее отпарить чтобы не испортить узор и рисунок и также расскажу и покажу каким образом я вывязывала петли для пуговок в конце этого видео я также оставлю фото других своих работ на которые вы сможете найти бесплатные видео мка на моем канале и так кому понравилось видео обязательно ставим лайк делимся этим видео со своими друзьями вдруг у вас кто-то также любит и умеет заниматься рукоделием подписываемся на мой канал чтоб не пропускать дальнейшем интересную полезную информацию и так до новых встреч спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...